Война с нацистами стала крайне суровым испытанием для всего советского народа. Наверное, и сотен часов видео не хватит для того, чтобы рассказать все известные истории, детали и подробности, выпавшие на долю простых людей, а также передать все то горе и всю ту боль, которая обрушилась на жителей СССР в те мрачные годы войны. Но даже здесь особняком стоит история блокадного Ленинграда, города, который был поставлен на грань выживания нацистами и сумел протянуть, просуществовать в таком состоянии более двух лет, где каждый день был суровой борьбой не только за жизнь, но и за то, чтобы остаться человеком. И вот о том, как люди старались не просто выживать, но еще жить в таких крайне суровых условиях, я и хочу рассказать в этом видео. Начинаю. Об истории блокады Ленинграда Официальные даты блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 872 дня голода и лютого холода зимой, когда перед смертью все были действительно равны. Все началось с наступления нацистов на столицу бывшей Российской империи 10 июля 1941 года. Гитлер считал захват Ленинграда одной из главных целей первого этапа войны и поэтому выделил огромный массив войск для захвата города. Уже в августе на подступах к городу шли тяжелые и затяжные бои, в которых успех сопутствовал нацистам. В конце месяца захватчикам удалось отрезать все железнодорожные пути, которые сообщали город с остальной страной. А 8 сентября, практически полностью окружив город, немцы начали блокаду Ленинграда. Сообщение СССР с городом поддерживалось только по воздуху и через Ладожское озеро. Изначально немцы пытались взять Ленинград нахрапом, но поняв, что прорвать оборону советских войск у них не получится, они решили, как во времена Средневековья, взять город голодом. По расчетам немецкого командования, в итоге ленинградцы и солдаты должны были умереть от голода, а сам Ленинград они собирались потом стереть с воздуха с помощью постоянных бомбардировок и артиллерийских обстрелов, которым постоянно подвергался сожденный город. Первая массированная бомбардировка Ленинграда произошла уже в день начала блокады – 8 сентября. В итоге в первые месяцы блокады нацисты совершали по несколько налетов в день. Их главной целью были узловые предприятия, значимые объекты Ленинграда, а также сами жители города. Их старались не только уничтожить, но еще подавить их моральный дух и посеять среди них панику. Для этого в часы начала и конца рабочего дня ввелся интенсивный артообстрел, который должен был сломать психологически жителей города. А в итоге нацисты дошли уж совсем до мразотного шага. Они старались проводить бомбардировки города после часа дня, потому что именно в это время в ленинградских школах заканчивались уроки и детвора возвращались домой. Всего же за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч артиллерийских снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Впрочем, самым страшным для ленинградцев во время осады были не бомбежки, а голод. Но об этом немножко позже. Советская власть была убеждена в том, что врагу не удастся захватить город. Поэтому они не сильно торопились с эвакуацией простого населения. И в итоге получилось так, что через первые этапы блокады было вынуждено пройти более 2 миллионов людей, пятую часть от которых составляли дети. Под этим числом я подразумеваю как тех, кто сумел выжить, так и тех, кто скончался по тем или иным причинам во время блокады. Во время блокады питание велось по карточкам, где на каждого человека приходилось определенное количество продуктов. Карточную систему в городе ввели еще в июле 1941-го, когда нацисты только направлялись к городу. А с сентября эта система, так сказать, расцвела в полной мере. В дальнейшем паёк только сокращался. О карточной системе и рационе жителей блокадного Ленинграда я расскажу чуть позже. Первым действительно суровым испытанием для осажденных ленинградцев стала осень-зима 1941-1942 годов. Тогда наступила ранняя зима, которая принесла с собой лютый холод и морозы, около 20 градусов. Отопления в блокадном городе не было, как и горячей воды. Поэтому, чтобы согреться, ленинградцы жгли все, что горит. Мебель, книги, шкафы, стулья, столы и так далее. Общественный транспорт в то время стоял. Людям приходилось передвигаться по огромному городу пешком. Многие не выдерживали такой нагрузки и умирали от истощения. При всем этом рабочая жизнь города не останавливалась. Работали административные учреждения, типографии, больницы, детские сады. Не стояла на месте публичная жизнь. Функционировали театры и публичные библиотеки. Несмотря на то, что в блокадном Ленинграде книги часто использовались в качестве отопительного материала. В качестве рабочих на предприятиях зачастую выступали подростки от 14 лет, которые заменяли своих ушедших на фронт отцов. При этом в самом городе шли активные работы по укреплению обороны, в том числе противовоздушной и противоартиллерийской. На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов. В зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек. На улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах. Основным путем для осложения города едой было Ладожское озеро. Так называемая дорога жизни, по которой, когда озеро замерзало, ездили машины. А когда было тепло, еду в город доставляли с помощью буксиров с баржами, а также по воздушному пути. Зимой началась первая эвакуация населения. Всего за этот период с города было вывезено более миллиона женщин, детей, больных и стариков. В общем, эвакуация длилась по октябрь 1942 года. В самом городе из 2,5 миллионов населения осталось всего 600 тысяч, которые были нужны для обороны города. Часть отказались от эвакуации сами, не желая покидать родные места. В параллельной эвакуации советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады. Но первые успехи пришли к ним только в январе 1943 года, когда южнее Ладожского озера образовался коридор шириной в 8-11 километров. В этом промежутке за 18 дней была выстроена железная дорога длиной в 33 километра и возведена переправа через Неву. Таким образом, город обеспечился продовольствием и боеприпасами. Но до окончательного снятия блокады оставался еще один год. Ее конец наступил в январе 1944 года, когда в ходе Ленинградско-Новгородской операции наступление советских войск отбросило немцев на расстоянии в 60-100 километров от блокадного города. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют. Блокада города длилась 872 дня. И за этот период погибло от 600 тысяч до более миллиона человек. Самым главным убийцей были не обстрелы, а голод, от которого скончалось около 97% погибших. Подвиг защитников города был высоко оценен. Свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями. 226 из них получили звание Героя Советского Союза. Медалью за оборону Ленинграда, которая была учреждена в декабре 1942 года, было награждено около полутора миллиона человек. А сам Ленинград 8 мая 1965 года получил почетное звание Город-Герой. Ну что ж, вот я и рассказал вам о краткой истории блокады Ленинграда. Теперь пришло время рассказать о том, как жили и выживали жители города. Чтобы вы понимали, в этом выпуске я не показываю настоящий голод. Слишком шокирующее фото. А еще у меня вопрос для знатоков истории, на который можете ответить в комментариях. Главное в гугле, не подсматривать. Как Ленинград назывался до того, как он стал Ленинградом. Как снабжали город и сколько было еды в доставленных грузах. Как я уже чуть ранее вкратце рассказывал, основная линия снабжения города была организована по Ладожскому озеру. В теплое время суток использовался водный транспорт. Зимой, когда толстый твердый лед сковал воду, по нему была, так сказать, проложена автогожевая дорога, которую в итоге назвали дорогой жизни. В первые дни зимы по дороге жизни в город было доставлено 800 тонн муки. А позже, уже в декабре 41-го, средним автотранспортом доставлялось около 700 тонн муки в день. Позже для снабжения города использовалась проложенная после частичного прорыва блокады железная дорога. Помимо этого, доставка еды и боеприпасов также производилась с помощью авиатранспорта. Поначалу именно самолеты были единственной нормальной возможностью доставить припасы в Ленинград, а также эвакуировать оттуда людей. Таким образом, с помощью авиатранспорта в день в Ленинград присылали 100 тонн еды и боеприпасов, а также эвакуировали около 1000 человек. Всего в период с сентября по декабрь с помощью самолета в город было доставлено 5000 тонн грузов. В качестве еды в Ленинград в основном отправлялась мука, концентраты каши и супов, мясо, сухое молоко, яичный порошок, овощи. Несмотря на объемы перевозок, еды все равно не хватало. А паёк в первый месяц за блокадой, чем дальше, тем больше урезался. Какой был паёк в блокадном Ленинграде? Как я уже говорил, карточная система была введена в Ленинграде еще в июле 41-го, как только нацисты начали движение на город. Но основная, как говорится, жопа началась в сентябре, когда эта карточная система расцвела буйным цветом. Именно начиная с этого месяца нормы питания регулярно снижались вплоть до декабря 41-го года. Пока после того, как была создана дорога жизни, питание в городе немного не улучшилось. Основным продуктом питания для блокадников был хлеб, так как другие продукты питания типа круп, сахара и мяса выдавались и в гораздо меньшем количестве, и гораздо реже. Согласно карточной системе, хлеб выдавался каждый день, а вот другие продукты только раз в 10 дней. И то их качество часто оставляло желать лучшего. По рассказам ветеранов блокадников, кусок хлеба, выдаваемый на человека, был не больше спичечного коробка. Да и состоял он из опилок, соды, бумаги и лишь малой части муки. Из-за этого хлеб был черствым и горьким на вкус, но выбирать не приходилось. А мясо зачастую делалось из различных субпродуктов, типа кишок и прочего. Но это только в первые месяцы блокады. В феврале 1942 года в город наконец-то начал поступать как качественное мясо, так и нормальный хлеб. Что касается конкретных цифр, то в сентябре обычный житель Ленинграда получал 700 грамм хлеба на руки в день, а также полтора килограмм мяса и полтора килограмма круп. Внимание! В месяц! В месяц, Карл! Попробуй тут прожить целый месяц на полтора килограмма каши в месяц. Экстремальное похудение просто-таки обеспечено. Также к этому полагалось 2 килограмма сахара. Абсолютного минимума пайки достигли в ноябре-декабре 1941 года, когда еще не были налажены поставки через ту самую дорогу жизни. Тогда суточная норма хлеба, круп и мяса достигала 250 грамм первого и 50 грамм второго и третьего. Но это была норма для рабочих. Служащие, еждивенцы и дети получали по сути в два раза меньше. Неудивительно, что люди гибли от голода как мухи. Но и они находили, как выкрутиться. Как люди в блокадном Ленинграде добывали пищу. Так как, понятное дело, такого количества еды не хватало от слова совсем, люди выкручивались как могли и пытались достать все, что хоть как-то напоминало еду. Везде, где это только было возможно сделать. Видишь цветы, их можно сорвать и съесть. Как корова какая-то. Видишь листья или даже траву, люди с голодовки ели и не такое. По возможности люди выбирались за город, где у них были засеянные поля с урожаем. Я говорю за первые месяцы блокады. С этого урожая собирали все, что там оставалось. Собирали кочерыжки, ботву и прочее. Варили из этого супы и старались делать заготовки на зиму. В условиях голода люди не брезговали и кормом для животных. Как рассказывают очевидцы блокады, особенно хорошо шел корм для птиц. Он состоял из чечевицы и гороха, в перемешку с палочками и песком. Подобной едой питались на протяжении долгих голодных месяцев. Жуть, как по мне. Какие же там царили адские просто условия. Не имея возможности сажать растения за городом, люди начинали выращивать овощи в парках, а власти это всячески поощряли. Из выращенных овощей в основном делали заготовку на зиму. Самое лютое в плане холода и голода время. Массово издавались брошюры, где рассказывали, как обрабатывать землю, выращивать овощи, какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из крапивы, как из высушенного и измельченного корня одуванчика сделать заменитель кофе. Да уж, жесть как она есть. В качестве напитка была популярна выварка из хвои. Она оказалась ценным источником витамина С, который спасал людей от цинги. Также в еду шла различная, так сказать, промышленная органика, свяную кожу для одежды и обуви варили, а потом и ели. Спасались и ловли рыбы. Правда, из-за постоянных обстрелов немцами, ловить ее было крайне и крайне затруднительно. Спасались люди и также счастливыми находками. Кто-то где-то мог забыть или оставить мешок сухарей или крупы. Правда, такие находки нашли, так сказать, все очень быстро. Понятное дело, во времена лютого голода к такому относились как к крайне ценному подарку. Очень интересная история, о которой я не мог не рассказать. В чем штука? В первые месяцы войны и блокады большинство инвалидов, в том числе и незрячих людей, были эвакуированы из Ленинграда в первую очередь. В городе осталось только 200 инвалидов по зрению, которые не были иждивенцами, а трудились на предприятиях наравне с другими людьми. В меру своих сил и возможностей, естественно. И именно в Ленинграде впервые в истории в действующие войска были призваны незрячие люди. В чем заключалась фишка? Дело в том, что для обнаружения вражеских самолетов использовалась поисковая система «Прошзвук», которая состояла из прожектора, звукоулавливателя и постауправления, объединенных синхронной передачей. Главным в этой системе был так называемый «слухач», человек, должностью которого было как раз-таки улавливание звуков приближающегося самолета. И успех работы зависел именно от его слуховых способностей. А как общеизвестно, у человека после потери зрения сильно обострялся слух. Естественно, что именно слепые люди были лучшими слухачами во всем городе. Вскоре два десятка слепых были усажены в качестве операторов «Прошзвука» и начали нести свою военную службу. Несмотря на трудности, незрячие бойцы продемонстрировали прекрасные результаты. Слухачи не только обнаружили вражескую авиацию, но и определяли расстояние, высоту полета и тип самолета. Вклад таких вот незрячих воинов позволил существенно сократить потери среди гражданского населения Ленинграда. Психологам давно известно о том, что любые суровые условия, в которых живет более двух людей, быстро приводят к выработке четкого свода правил, которого нужно придерживаться, чтобы выжить. Естественно, крайне суровые условия блокадного Ленинграда не стали исключением. И его население выработало этот самый свод правил, речь о котором и пойдет дальше. Передвигаться нужно правильно. Эффективность немецких бомбардировок и арт-обстрелов оказались далеко не такими эффективными, как того хотели немцы. Как я уже говорил, от их действий погибло только 3% всех умерших во время блокады. Но не нужно думать, что немцы были такими тупыми, что не могли толком обстрелять город. Во-первых, нужно отметить систему ПВО и противовоздушной обороны, тех самых слухачей и так далее. Во-вторых, жители Ленинграда быстро выработали себе понимание, как можно и как нельзя передвигаться по улицам города, чтобы не умереть. Ленинградцы моментально выучили, где находится ближайшее к их домам бомбоубежище и то, какой путь является безопасным. До сих пор на некоторых улицах Санкт-Петербурга можно увидеть таблички с надписями «Граждане, при арт-обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Благодаря тому, что жители северной столицы придерживались упомянутых правил, людские потери от бомбардировок оказались минимальными. Также во время блокады ленинградцы старались как можно меньше ходить друг к другу в гости. Во многом это было связано с давним обычаем не ходить в гости с пустыми руками. А так как на улице царил лютый голод, а зимой и холод, ленинградцам просто было нечего дарить. Да и элементарно выпить чаю на кухне под дружескую беседу было по сути невозможно. Во время подобных визитов становилось не по себе, не только гостям, но и хозяевам, которым нечего было предложить друзьям и родственникам. Поэтому про гостевые посиделки пришлось забыть на долгие года. Как есть, чтобы не умереть Да, кому-то это может показаться странным, но это правда. Если во время голода есть без меры и беспорядка, то вполне можно умереть. Или желудок не выдержит переедания, либо же организм не будет успевать все переварить. Часть пищи будет съедена понапрасну. И спустя некоторое время это может очень сильно аукнуться. Например, среди блокадников существовало строгое правило трехразового питания в день. Даже если и есть было-то особо нечего. Часто это было так. Один кусочек хлеба на завтрак, два на обед и снова один на ужин. Съедать все за раз строго запрещалось. Ведь многие из тех, кто за один присест пооглощали всю пайку, умирали потом от голода. Как я уже говорил, организм не успевал все переварить. Часть пищи уходила в пустую. А потом приходил голод. Когда очередь, это наше все. Сейчас любят критиковать Советский Союз за дефицит и очереди. Да что ж таить, я и сам не без этого. Но в блокадном Ленинграде подобное было оправданным и ежедневным. Так как каждый день люди стояли либо за хлебом, либо за другими продуктами. И к своему устоянию в очередях люди относились очень и очень ответственно. Всегда существовала опасность того, что в выстраданную долгими часами ожидания очередь могут вклиниться полукриминальные типы. На то и просто наглецы, которые плевать хотели на остальных. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов, каждый участник очереди обхватывал локти впереди стоящего и плотно прижимался к нему всем телом. Такая сплоченность не только препятствовала преступникам, но и помогала сохранить тепло и не давала упасть на землю, если кому-то вдруг становилось плохо от голода. Ох-ох-ох, суровые реалии суровых реалий. Не ложиться, чтобы не умереть Наверняка все вы видели в каком-то фильме про войну, как какой-то солдат держит раненого друга и кричит ему, чтобы тот не закрывал глаза, не засыпал, не умирал. Что-то подобное практиковалось и в блокадном Ленинграде. Из-за голода людей охватывала повсеместная слабость. Но ни в коем случае нельзя было ложиться. Существовал риск, что ты больше просто-напросто не встанешь. А правильное не ложиться и все время что-нибудь делать вспоминает множество жителей блокадного Ленинграда. В дни блокады более-менее действительные горожане объединялись, чтобы помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Специальные бытовые отряды обходили квартиры, когда находили детей, их забирали и отправляли в детские дома. Лежащим затапливали печь, согревали кипяток, помогали им чем могли. Кто-то умирал, а кто-то из-за такой заботы и помощи оживал, вставал, начинал потихоньку ходить, продолжал жить. Такая вот взаимовыручка была основой основ для выживания в блокадном Ленинграде. Жизнь в блокадном Ленинграде была суровой, голодной, опасной, а зимой и экстремально холодной. Узнавая подобное, голову посещает только одна мысль. Дай бог, чтобы подобное не повторилось ни в одном городе мира. Напоследок у меня к вам просьба, дорогие зрители, если ролик показался вам интересным и стоящим, поделитесь им в соцсетях. А вот тут советую глянуть видео, как люди жили в советских коммуналках. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, товарищи.